Приветствую всех! Я так полагаю, что если вы смотрите уже аж третий урок, это значит, что вы и не проходимец, и не серфер на ютубе, и не залетка из рекомендаций, и имейте какое-никакое намерение изучать польский язык. Поэтому в начале этого урока я хотел бы с вами поделиться различными ресурсами и вспомогательными материалами для изучения польского. Ссылки на них все будут под видео. Словари-контекстовики. Я советую для перевода простых слов словарь ru-glosbe.com. Я сам пользуюсь им уже много лет, и если я там не нахожу ответа, я заглядываю на babla.pl. Если уж совсем не могу найти нужного, то захожу на контекст реверса. Правда, там только на английском языке переводы. Везде на этих сайтах есть контексты употребления. А словари, которые тупо переводят русское слово, польское слово, я вообще использовать не советую. Все слова, кроме, может быть, тех, у которых значения просто очевидны, самые конкретные, вроде там, идти, ухо, снег, стол и так далее, их нужно узнавать в контексте и проверять по примерам употребления. Положим, вот я хочу перевести выражение. Правильно ты ему ответил, в значении хорошо ты ему сказал, так и нужно было. На слово правильно словарь дает сразу три варианта перевода. Належичие, поправнее, праведвово. И что же выбрать? В нашем случае годится только праведвовому отповеджавэщ. Поправнее будет значить, что сказал без ошибок, а належичие, что не сказал ничего лишнего, то есть сказал точно, аккуратно, как надлежало. И такая тонкая разница при переводе может быть очень важна, хотя уловить ее можно только если самому смотреть и анализировать разные примеры употребления в словаре с контекстами, в контекстовике. Но иначе мы поступаем, когда нам нужен перевод какого-то особого термина, специального понятия. В таком случае мы просто смотрим, как переведена соответствующая статья на википедии. Проверка произношения. На сайте ru.forva можно послушать, как слова произносят сами носители. Очень много записей, очень полезный ресурс. Проверка грамматических форм. Часто бывает так, что не знаешь, как склонять или спрягать какое-то слово, или просто хочешь проверить себя. И в принципе для этого в том же саморуглоз бы есть встроенные таблицы слова изменения. Но там не очень удобный поиск, потому что нужно сначала вводить русское слово, потом в вариантах перевода находить нужное польское, щелкать на него, и просто это в не очень красивом виде представлено. Поэтому я советую использовать английский и польский викисловари nvictionary.org и plvictionary.org. Им я доверяю еще и потому, что за несколько лет пользования ими я ни разу не встречал там ошибок. Список важнейшей лексики. Факт в том, что неважно для какой цели человек изучает язык и как хорошо он им владеет, то есть даже носитель, все равно он в своей речи большей части использует одни и те же слова и количество этих слов весьма ограничено. Ну там, несколько сот по разным оценкам. Просто прилагаю для вас такой список самых важных слов польского языка, которые я составил на основе опыта предыдущих подобных списков для других языков и на основе своего понимания. И тут я хочу добавить от себя, что Микитко действительно ма раке, потому что я тоже читаю это до научи российского, или еще раньше немецкого, английского. Я тоже использую эти же слова. Я очень фанка викционерии и википедии тоже очень любят. Я очень люблю слова, которые показывают слова в контексте, потому что без них науча языка абсолютно не могла бы смысла, поэтому очень рекомендую вам использовать этих всех источников. Учебники и грамматики польского. Смотрите, в общем, существует два типа учебных изданий. Учебник и грамматический справочник. Что характерно для учебника? В нем автор подает грамматический материал и лексику в определенной последовательности, в той, которая как ему представляется наиболее рационально или как материал усваивается легче всего, автор может давать какие-то упражнения к своему курсу. Так вот, я никогда не изучал польского языка по учебникам, потому что мне такой способ просто не подходит. Он не для моей профессиональной натуры. Я лингвист, поэтому у меня и память, и мышление на языке немножко по-другому устроены. Но я прекрасно понимаю, что большинство людей не такие, поэтому все же один учебник я вам порекомендовать могу. Это свой собственный видеокурс, который вы сейчас и смотрите. Ну потому что вы понимаете, каждый автор уроков думает, что именно в его курсе наиболее удачный порядок подачи материала, материал объяснил лучше всего и так далее. Ну иначе бы он просто не брался за сочинение нового курса. Второй тип учебных материалов – это грамматический справочник. Вот это уже очень полезная книга, на мой взгляд. Единственное, что ей грамотно воспользоваться смогут только те, кто уже хотя бы немножко знает язык. В моем случае это была вот такая польская грамматика в таблицах и схемах, бумажная, и я по ней сам с нуля еще несколько лет назад учил польский язык. Из сайтов, на мой взгляд, хорошо структурирована грамматика на tutpl.ru. В pdf-версии также хорошая всеобъемлющая книжка такая юнаковской «Современный польский язык». Но это уже не совсем для начинающих, правда. Но я все же еще раз скажу, что это занятие не для всех. Если вы не понимаете, как для самого себя состоять учебную программу по любому незнакомому вам языку, то за это дело лучше не браться. Ну а если вы лингвист или уже полиглот со стажем, то тогда дерзайте. Проверка фразы. Придумали фразу или сочетание и хотите узнать, а можно ли так сказать по-польски? Лучший способ это сделать – это ввести фразу в кавычках в google.pl. Если примеров употребления много, то, скорее всего, так сказать можно. Лексика по группам. У нас на сайте также есть списки припольских слов по темам. Какие-то из них мы будем обозревать прямо в дальнейших наших видео. Ну там, допустим, числа, дни недели, названия месяцев, сезоны, погода, природа, части тела и т.д. Но большая часть из списков будет доступна только в текстовом виде на сайте. Задать вопрос носителю или проверить перевод Есть такой сайт highnative.com. Там можно скинуть носителю свой перевод на проверку, задать вам какой-то вопрос о языке. Ну и, разумеется, можно помогать иностранцам, которые изучают русский язык. Не недооценивайте этот ресурс. Мой друг – блогер Милен, например, там даже познакомился со своей будущей женой – полькой. Всего лишь одно слово, один лишь глагол, уже сам по себе несет определенный смысл в польском языке. Он уже составляет целое предложение. В прошлый раз мы уже с вами изучали споряжение глагола быть, но он неправильный, у него вся форма особая. А вот сейчас мы рассмотрим такой тип глаголов, который все изменяется по одному простому правилу. Отбрасываем концовку, польская Ч, в русском языке это Т. И к оставшейся части слова мы подставляем другие окончания, нужные нам по смыслу. Как вы видите, ничего экзотического тут нет, все достаточно похоже на русский язык. Но только вот одно очень важное отличие. Я неспроста в русском переводе написал личные местоимения я, ты, он, она, мы и так далее. А в польском ничего не поставил. Да, в польском у тебя есть те же самые слова, они звучат почти точно так же, только ударение другое. Я, ты, он, она, оно, мы, вы, они, они. Но в польском, в отличие от русского, они используются только, когда нужно прям подчеркнуть, что вот именно я это сделал, именно он это сделал. Или нужно противопоставить одного другому. В общем, это называется по-русски логическое ударение. Однако же в обычных случаях их нужно опускать. Поначалу к этому будет трудно привыкнуть, так что будьте внимательны. О ком идет речь, поляки понимают только по окончанию. Не розумием, о чем говоришь. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Но... Не розумяю, о чем говоришь. Он, она или же даже может быть смотря по контексту ОНО не понимает, о чем ты говоришь. Что же, возьмем еще пару глаголов такого типа, например... Шукать. Искать. Шукам, шукаш, шука. Я ищу, ты ищешь, он, она, оно ищет. Шукамы, шукате, шукаю. Мы ищем, вы ищите, они ищут. Еще много полезные польские глаголы, которые изменяются точно так же. Мешкать. Жить, проживать. Мешкам в Польсце. Я живу в Польше. Чытать. Чытать. Уметь. Уметь. Кохать. Любить. Грать. Играть. Петь. Чекать на когось. Ждать кого-то. Чекамы на Анну. Мы ждем Анну. То есть обратите внимание, что в отличие от русского глагола нам нужно здесь использовать предлог на, а после него слово в винительном падеже. Вопрос в польском языке задается так же, как и в русском. С помощью интонации или с помощью частицы Ч. Второй вариант вы выбираете там, где и по-русски вы могли бы сказать фразу с частицей ЛИ. Придешь на мой день рождения? Придешь на мою родину? Придешь ли ты на мой день рождения? Чы придешь на мою родину? Особенность только в том, что в русском языке частица ЛИ, как правило, стоит на втором месте в предложении, а в польском языке Ч всегда должно стоять на первом или же на втором, если первое слово это слово А. Чы знаешь там фильм? Знаешь ли ты этот фильм? А чы знаешь там песенка? А знаешь ли ты эту песню? При вежливом обращении поляки не используют форму на «вы», как это делаем мы в своем языке. Они используют форму третьего лица и особые слова. ПАН при разговоре с мужчиной, ПАНИ при разговоре с женщиной, ПАНОВЕ при разговоре с несколькими мужчинами, ПАНЕ при разговоре с несколькими женщинами, ПАНСТВО при разговоре со всеми. А чы зналазыл бы пан час, абе порозмавяць, люб пописаць зе мном по-руссейску? Не найдёте ли вы время, чтобы поразговаривать, либо попереписываться со мной по-русски? Буквально не нашёл бы пан время. Если бы пани хотела, то так же можем по-польску. Если вы хотите, можем так же и по-польски. Буквально «если бы пани хотела». А вот пример вежливого обращения сразу к нескольким людям. Пример из новостной статьи. Чы wiedзам паинство, что БЕМОВО ез едынам дзелницам Варшавы не маяцам жаднэго цментаря? Знаете ли вы, что БЕМОВО это единственный квартал Варшавы, где нет ни одного кладбища? Буквально «знают ли паинство что?» И вот эти формы совершенно подобны русскому обращению на «вы» как по сути, так и по частоте и обязательности употребления. И ещё одна особенность. Там, где вы именно обращаетесь к человеку, то есть где бы вы по-русски сказали «мужчина», извините, а не просто конструкции типа «не хотели бы вы», то там нужно использовать особую форму – звательный падеж. Но, в общем, особой формой обладает только обращение к мужчине. Если сам по себе он пан, то в звательном падеже он будет пане. И тут внимание к произношению. Ваша русская иканье может привести к миссгендерингу и, в общем, вызвать нежелательный конфуз. Пане – это обращение к мужчине, а пане – к женщине. Простите, пан профессор. Пропрошу, пане профессор. Пан Анджею, приезжайте. Пане Анджею, нех пан приедет. Так, ну а сейчас что же? Прощайте пока. До встречи в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok